МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях вторника вам расскажу я, Юлия Важенина, и корреспонденты национального телевидения Чувашии. Смотрите сегодня. Современные технологии. В ее главу Чувашии познакомился с производственным потенциалом объединения ЭЛАРа. Спасти жизнь в региональном сосудистом центре приобрели новое диагностическое оборудование. Командный вид спорта. В Красноармейском районе появится новое футбольное поле. Современные технологии в производстве электронных и электротехнических изделий. С возможностями предприятия ЭЛАРа сегодня ознакомился в Рио главы Чувашии Олег Николаев. На ЭЛАРе сейчас трудятся почти 4 тысячи жителей Чувашии. Предприятие значимое звено не только в экономике региона, но и страны. Здесь производят военную и гражданскую продукцию с ориентиром на импортозамещение. Одна из них для железнодорожной отрасли. Микропроцессорные системы интервального регулирования, обеспечивающие безопасность движения поездов. Наша система позволяет повысить пропускную способность сети железнодорожной. Причем с наименьшими затратами. Есть два варианта. Можно построить новый железнодорожный путь, что стоит колоссальных денег. А можно автоматизировать, заменить электронику на новую современную систему. Значит, это... Не будем говорить, что лучшая, но одна из лучших систем в мире. Разработана ведущим отраслевым институтом ЖДК, институтом НИАС. То есть наш совместный проект. Как и на любом работающем предприятии, здесь всегда думают о перспективах. Программа «Минимум» – это стабильности, вот что сейчас считаю очень неплохо. Но и развитие наших новых тем. Это система управления для железнодорожного транспорта, система управления для теплоэнергетики. Мы ожидаем роста заказов в перспективе 3-4 года. Часть производства засекречена. Для военной и гражданской авиации на Эларе создана мощнейшая производственная база. Ручки, эти ручки на борту две у каждого летчика. Справа и слева. И самая сложная задача – их синхронизировать. То есть чисто за счет электроники синхронизируется движение. Ты отклоняешь слева ручку, справа эти движения дублируются. Производственные мощности завода готовы принять новых инвесторов с их интересными идеями. Часть проектов будет внедрена совместно с правительством региона. Здесь у нас очень много совместных задач. Есть планы развития. Это уже прописаны проекты более чем на 670 миллионов рублей. А это опять же новые технологии, новые рабочие места. Правительство Чуваши намерено выстроить совместный план действий с каждым крупным предприятием региона, влияющим как на экономику республики, так и на социальную сферу. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Чуваши и Яндекс подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Ряд проектов в Рео главы Республики Олег Николаев обсудил с генеральным директором российской компании Еленой Буниной. В соглашении речь идет в первую очередь об участии транснациональной компании Яндекс в дальнейшем цифровом развитии Чуваши. Платформа предлагает множество площадок и сервисов в самых разных сферах. У нас, наверное, наиболее востребованы это карты и такси, так и как и везде. Очень активно начинают пользоваться школьники вашим сервисом, который предназначен, прежде всего, в литейском формате. Я думаю, что могло быть очень интересным направление и ваши наработки в области Яндекс.Лавка. Я уверен, что мы, если совместно будем двигаться, сможем наработать намного больше инструментарий и сервисов в области цифрового управления. В феврале 2020 года в сервисе Яндекс.Переводчик появился Чувашский язык. Сервис позволяет переводить слова, фразы, тексты и даже целые веб-страницы из Чувашского на русский и наоборот. Генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина рассказала о других проектах, которые планируют запустить в рамках соглашения. К примеру, Яндекс предлагает педагогам республики платформу для онлайн-трансляции уроков и заданий с возможностью автоматической проверки. К этому сервису уже подключены почти 1700 преподавателей и более 27 тысяч учеников Чувашской республики. Сейчас там есть программы для младших классов, но со следующего учебного года сервис обещает дополнить заданиями для среднего звена. Крупы, макаронные изделия, мука и хлеб в республике выросли цены на отдельные виды товаров. Одной из причин эксперты рынка считают режим повышенной готовности, когда жители скупали товары первой необходимости в больших количествах. В числе других причин сезонный фактор и рост оптовых цен. И в этом случае правительство ищет возможности стабилизировать стоимость продуктов. При этом на ряд продуктов цены наоборот снизились. Так огурцы подешевели на 29%. Помидоры на 7%, рыба на 6%, на 2% упала стоимость жирного творога и сливочного масла. Олег Николаев обратил внимание на то, что необходимо развивать и поддерживать магазины шаговой доступности и объекты стационарной торговли, где можно приобрести продукцию местных товаропроизводителей. Такие магазины способны обеспечить население качественной продукцией по ценам ниже, чем в крупных сетевых торговых объектах. Нестерильная тара, отсутствие справок и результатов экспертиз. Сегодня несанкционированные места уличной торговли проверили сотрудники администрации Московского района столицы. Понимая, что жителям удобнее купить продукты и товары первой необходимости у дома, в разных районах столицы оборудовались специализированные торговые навесы. Но они стоят денег, но совсем небольших. Поэтому нелегальные торговцы располагаются рядом с такими местами. С начала года выявлено 140 правонарушений. Составлено три протокола по статье 17 закон Чувашской республики об административных правонарушениях, который нам говорит о том, что размещение любой торговой точки вне схемы размещения, НТО принято Чебоксарским городским собранием депутатов у нас запрещено. Первый день? Да. Да, это не торговали, да? Нет. А кто вас надоумил здесь встать? По объявлениям. А это одежда ваша вообще? Нет. Чья? У хозяина, наверное. За торговлю с рук придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей, включая предупреждение за повторные нарушения от двух до пяти тысяч. Специалисты считают, что нарушителей стало больше. У многих есть излишки молока, ягод, овощей и зелени. Из-за пандемии жители потеряли работу. Стабильный заработок поэтому и торгуют. Любой желающий, у которого есть излишки сельхозпродукции, может занять место и спокойно продавать. И все же покупка продуктов в таких несанкционированных в местах весьма опасна для здоровья. Поэтому прежде чем совершить покупку с рук, нужно взвести за и против. Наса Потапова, Бахтияр, Велиев, Республика. Ежемесячные денежные выплаты на детей с трех до семи лет родители должны были получить еще в июне. Но средства дошли немногим. Часть семей получила отказ, большинство же родителей до сих пор ждут решения комиссии. Подробности в нашем сюжете. Ежемесячную выплату в размере 4770 рублей должны получить 37 700 детей Чуваши. Предусмотренный объем финансирования на 2020 год 1 миллиард 600 миллионов рублей. Главное условие получения выплаты – среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Родители должны подать заявление. Все необходимые сведения от налоговых и других государственных органов запрашивает отдел социальной защиты. Начиная с мая этого года в органы соцзащиты поступило 41 тысяча заявлений. Рассмотрели половину. Почти 17 тысяч детей получили деньги. В связи с несвоевременным и неполным поступлением сведений порядка межведомственного взаимодействия у нас по отдельным заявлениям имеются факты назначения выплаты за пределами установленных сроков. Эту проблему мы принимаем. Мы понимаем также недовольство граждан. Этот вопрос мы принимаем на себя. Работу здесь продолжаем. В частности, мы встречались и с руководством МВД. Ведем работу с приставами, налоговыми органами и с отделением пенсионного фонда. Кроме затянувшихся сроков, есть у жителей вопросы по отказам выполнение услуги. Причина в основном этих отказов в том, что, допустим, 15% это превышение доходов над среднедушевой доход семьи превышает, чем над величиной прожиточного минимума. В этом случае отдела социальной защиты отказывает. То есть практически 15% это большая величина отказов по этой причине. Есть у нас еще и отказы. Основная масса отказов это когда граждане в типовой форме заявления не предоставляют все сведения либо указывают недостоверные сведения. Кроме того, есть очень большое количество и орфографических, технических ошибок, которые приводят также к отказам. Есть также случаи, когда деньги, направленные в семьи, возвращаются обратно. Причина – ошибки при заполнении лицевых счетов, неправильно указанная буква или цифра. Сроки выплат опять же затягиваются. Для того, чтобы деньги дошли в срок, необходимо грамотное оформление заявления и оперативность работы межведомственных органов, отметили специалисты. И пообещали наладить работу в течение 10 дней. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашии приняла документы еще у двух кандидатов на пост главы республики. Желание баллотироваться изъявили москвич Максим Чепель, консультант одной из столичных организаций, и Петр Петрянкин, временно неработающий уроженец села Шимурша. Оба самовыдвиженцы. Сейчас, по данным ЦИК Чувашии, на должность главы выдвинуты 12 человек. До 24 июля им необходимо собрать подписи, чтобы избирательная комиссия их зарегистрировала. Снизить процент инсультов и инфарктов, вернуть пациентов к привычному ритму жизни. В Республиканскую клиническую больницу поступило новое оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Новая ангиографическая система, полученная в рамках регионального проекта, очень нужна в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. В 2020 году для нас, конечно, очень важен нацпроект. Для переоснащения регионального сосудистого центра выделено почти 120 миллионов рублей. Важно направить все усилия врачей и специалистов для того, чтобы решить основные задачи, которые ставит перед нами нацпроект. Это снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты регионального сосудистого центра, которые работают на базе больницы, считаются особенно тяжелыми. Всех, у кого специалисты скорой подозревают нарушение мозгового кровообращения, стараются сразу же привести сюда. Именно первые часы лечения инсульта считаются самыми эффективными. Аппарат для искусственной вентиляции легких и две современные ультразвуковые системы премиум-класса с широкими возможностями. Это то, что помогает поставить быстрый и точный диагноз и начать лечение. Такое оборудование недавно появилось в центре. Кроме этого, в неврологическом отделении для лечения острых нарушений мозгового кровообращения поступили 11 аппаратов для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей. Без этого трудно вести реабилитацию больных. Именно с их помощью идет активная разработка крупных и мелких суставов после инсульта. Мария Федорова, Виктор Степанов, Республика. В 2020 году в Чувашии запланировано строительство 10 футбольных полей. Одно из них появится в Красноармейском районе. Когда-то в район-центре футбольное поле уже было, но в силу обстоятельств оно оказалось заброшенным. Хотя в футбол никто играть не перестал. Ведь это самый популярный массовый вид спорта в мире. И кто бы не гонял мяч по полю, профессионалы или любители, всем нужен качественный футбольный газон. На сегодняшний день пять районов отыграли, нашли подрядчик. Один район уже, это Красноармейский, начал работать и, вы видите, уже процесс идет. Средства выделены из республиканского и муниципального бюджетов. В ближайшие полтора-два месяца появится футбольное поле современное с искусственным покрытием, с беговыми дорожками для легкоатлетов. Плюс будет тут сектор для метания ядер, снарядов. Искусственное покрытие помогает контролировать скольжение мяча и выполнять подкаты без страха получить травму. Система обогрева футбольного поля позволит использовать его круглый год. Срок сдачи назначен на конец августа этого года. Представляете, люди пришли позанимались. Рядом бассейн, рядом ГТО, скейт-горки, там волейболная площадка. Это очень здорово же, понимаете, детский смех на стадионе. Пока же юные футболисты тренируются на подходящих для этого местах. Перерыва в тренировках быть не должно. Футбол этого не терпит. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика. Завтра в Чебоксары прибудет сторожевик «Теска». Корабль, переданный нашему городу Балтийским флотом, планируют превратить в музей. Предполагается, что один из залов посвятят академику, кораблестроителю и генералу флота Алексею Крылову, уроженцу бывшего Алатарского уезда. В речной порт Чебоксар корабль прибудет в среду в 10.30. Хоккейный клуб Чебоксары снова в игре. Тренеры планируют сохранить большую часть игроков прошлогоднего состава. Пока известно об уходе защитника Ленара Халимова и нападающего Алексея Лешкова. На сборы пригласят несколько игроков хоккейного клуба «Красноярские рыси». Директор клуба Чебоксары Александр Малов отметил, что наши игроки примут участие в первенстве в ВХЛ сезона 2021. И перед командой ставятся самые высокие задачи. Она будет точно не слабее, чем в прошлом году. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова